Ну шо, все попортили, все пропало, да, Эстон Мартин, Ауди, Макларен, все, хала. Еще больше, да? Ну да, ну понишь, поставляли ее отталкивать, по-запогу там удержать. Да, нормально вижу. Знаешь, такое съемки не для слабонеза, только чтобы была готовая реформация. Экстрин спорта, это такой вид спорта, поклеили дорогие обои с адрами. Да, 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 и еще раз клеим. И еще раз клеим. Мы так увлеклись в спальнях, мы там поклеили, потом они вверх ногами оказались, мы их еще приклеили. Ну как догадались, мы сначала утвердили, уловили их ногами. Нет, ну это не отмагай, не шутки, это серьезно. Благо, что там блокадщиков потревозили, они оперативненько приехали. Смотрели, действительно, это... У Васи сейчас... Что-то так летает, давайте приклеим. Так, ну что, я думаю... Да, да, да. Все. Ставь, ставь. Что ставим? Почему я не приклеиваю? Не могу, монтаж, нет? Не, ну... Не, ну... Вот я крутил, ну... Такое история. Да, вот так, кажется, клеим вообще легко. Легко дня, да? Да, да, да. Легко ел вообще, да, да, да. Да, 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 да. Легко дня, да, 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 да. Что сказать? Да, вот. Стоит... Да, да. Оценку... По-прежнему понятно, что... ...берется, да, к рукам, да, а вот как... ...куда может дверно, кстати... ...с красочкам? Как вот с ними работать, как-то? Ну, честно, я не вижу никакого проблемы. а вот здесь получается уже холст, но не вязался бы по стилю холст не вязался ну представьте хай-тековские такие серьезные спортяковские машины на старинном холсте но тут уже не холст я не знаю, что ты называешь холст по мне он такой холст, хбшка, ощущение так он и называется ткань холст а у меня ощущение, что это просто здесь на бумаге поверкашка или винил а там на ткани тканый винил тканый винил такое закуление, скорее всего как и здесь винил там на ткани здесь на бумаге у тебя было считал, что это попроще да это тоже как обои ни там ни там подозрений не было но просто все равно я думал, что тут легче на крене а последние какие-то были внутренние какие-то страхи что там получится, не получится без головы без головы у меня у меня скромного у тебя у меня скромного у тебя где там не видно где так было да я все, у меня ноги уже не поднялись уже перед камерой стоять не можете ну ладно просто не честно просто отваливается массовочку да, массовочку вот вот кариес слушай а тут что там у нас овечки после всего оно это не так ты же тоже поддатый 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 смотрите по психологии жестов если вот так кто-то стоит это значит напряжен но устал если вот так стоит это значит враждебная поза называется значит вы его напрягаете или что-то другое его напрягает то у меня вот так а это типа уставшие то есть уставшие напряжения уставшие да так я еще мастер-класс по психологии говорю мастер-класс по психологии ну тут можно сказать все все выдержат не, а что это все проверено жизнью сто процентов то есть вот это вот зона доверия то есть когда вот это вот на камеру беседуешь рассказываешь вот эти открытые жесты то есть это все работает например как мне это помогает бывает напряженные напряженные моменты ну там в перевозке с заказчиками то есть ты ведешь ситуацию благодаря чему благодаря тому как ты себя ведешь как ты себя поставил то есть можно вот создавать атмосферу ну такое ну такое ну как бы сказать настроение да вокруг себя вот именно никогда в жизни нельзя там поднимать руки там напрягается то есть ты там повелеваешь ну нельзя принципиально то есть это агрессивные жесты то есть открытые зона доверия это вот вот эта часть тоже там не надо вот так стоять перед заказчиком типа там знаешь ты уязвимый так извиняюсь я вообще до вас прошел работать то есть это тоже так знаешь ну если ты мастер чувствуешь что ты результаты показываешь или показывал то есть они никуда не делись там да ну все чувствуй себя спокойно достойно того как ты чувствуешь себя как мастер да ты расскажи про свой салончик и поделись салончик салончик галерея ну да ой ну что ну что мы уже управляемся загрузил только 4 образца и все ну большие такие кстати что интересно ну это как ты находишь например работу да вот люди я их никогда не давал мастер-классы потому что я их учу мастерство но никогда не рассказывал им как я нахожу работу как вообще там на кой заказ как общаться с заказчиком то есть я ни разу не показывал ну не рассказывал может быть ты поделись сейчас на камеру вот этот вот этот заказ меня просто порекомендовали как мастера который может что-то интересное сделать то есть здесь получается вот я так немножко поверну вот окна такие вот под дерево не дешевые конечно вот и подоконник если более ближе так под мрамор видим данк это сама идея вот именно что мрамор вот и людей заинтересовал момент что хотят сделать на откосиках что-то сейчас вот так вот так вот так вот вот захотели на откосиках сделать правда их уже в процессе ремонта содрали что-то по ошибке заказчик почему-то подумал что они не годятся то убрали в общем а что там было ну венецию сделал на откосах так его убрали а мастер там один ну уже заказчик сам привозил мастера и то и сдуру короче надо поработать откосы а на самом деле надо было наружно я понял снять ну обычно вообще как правильно довести окно до ума то есть установили окно там запенили все закрепили там анкеры ну вообще правильно там анкеры конечно ну я сейчас уже финишных работ то есть обязательно обязательно пену надо пройти герметиками и то правильными герметиками не просто силикончиком там намазал но там уксусная кислота бетон эта щелочь там оно отторжение это я про то что как довести окно до ума то есть обязательно да получается что снаружи герметика не было пена это пористая такая пористый материал он подтягивают капиллярную влагу и постепенно постепенно там плюс ну пена она не плотная то есть все равно пористая все равно где-то там сквознячок там на туда проходит то понятно что она будет немножко натягивать влагу если у тебя там гипсокартончик или мокреть откосики и потом грибушки завелись там пресень всякая то да это проблема одна из проблем так называют понятно что они герметичные вот получается содрали вместо наружных потом уже и наружные окончательно забрали содрали венецию теперь придется заказчик два раза заплатит за работу венеции ты вообще расскажи им как ты так вот я же тебе заказываю и вот получается меня пригласили сделать эти откусики здесь надо было дома довести вообще весь блок оконный то есть что значит блок оконный вся стенка с откосами то есть я буквально так